РЕН-ТВ теперь доступен саратовцам в цифровом формате. Телеканал вошел в список второго мультиплекса. Напомню, первый, состоящий из десяти каналов, запустили на территории области в 2013 году. За торжественным стартом второго мультиплекса наблюдала наша съемочная группа. Мы подходим к основной фазе, к моменту запуска долгожданного второго мультиплекса. Очередной этап грандиозного обновления уже на старте. Запуск второго мультиплекса производит министр промышленности и энергетики Сергей Лисовский. Всего одно нажатие на кнопку, и в эфир в Саратовской области выходит еще 10 каналов цифрового вещания. Первый мультиплекс в регионе стартовал полтора года назад. Тогда в цифре запустили первую десятку телеканалов. Сегодня ситуация несколько иная. Второй мультиплекс оплачивает не государство. Первый мультиплекс, который вот уже работает приличное время, это создавался на средства государства. А вот второй мультиплекс развития сети и функционирования сети будут оплачивать сами телеканалы, которые вошли во второй мультиплекс. Пакет канала второго мультиплекса определили на конкурсной основе. Желающих попасть в список было много, но отобрали лишь 10. Всего в бесплатном цифровом вещании жителям области теперь доступно 20 каналов. Правда, еще не для всех. Первым мультиплексом сейчас обеспечили 85% населенных пунктов. Второй запустили для Саратова, Балакова и Балашова. С силами и средствами наших людей, соответственно, была проведена вот эта вот работа. У нас она еще возникла с той сложностью, что не просто запустили второй мультиплекс, а мы вынуждены были переносить первый мультиплекс в контейнер второго. То есть это была какая-то некая дополнительная работа. Она реально была очень сложная, тяжелая, и люди, конечно, работали по полной программе. Для сотрудников Саратовской передающей станции цифровое вещание – это долгожданное будущее. С его внедрением все значительно упрощается. Вот так выглядит передающее устройство для всех каналов цифрового телевидения. Компактно и безопасно. А вот для аналогового вещания нужно значительно больше места и оборудования. Но его продолжат обслуживать. В этом здании также находится центральный аппарат, это сердце, центр управления всей телевышкой. В которой находится дежурный персонал круглосуточно и следит за круглосуточным вещанием. Аналоговое вещание продлится на территории области как минимум до 2019 года. Может, чуть дольше, говорят чиновники. Но в течение нескольких лет первым и вторым мультиплексом охватят весь регион. И тогда останется только цифровое вещание. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.